Денис, расскажите о последствиях вчерашнего ливня, что произошло, какие трудности у водоканала, с чем сейчас боретесь и с чем связано вот это снижение давления в горячей, холодной воды. И про вот эти коллекторы, что там в Симхозе, ну вот всю вот эту оперативную обстановку. Ну, значит, смотрите, основная проблема у нас находится в Воробевской, значит, в районе третьего дома или кому, если удобно, там, где нотариус у нас Воробевская 1А. Значит, в понедельник мы приступили к аварийно-восстановительным работам в связи с тем, что произошел перелом коллектора. Хотя еще хочу сказать, что обратить внимание жителей, что нашими сотрудниками было, значит, оттуда исключено несметное количество всякого хлама, который люди, к сожалению, не думая о сетях, значит, смывают кондиционные сети там. В том числе это очень сильно повлияло, я думаю, что у нас есть фотоотчет, все это, как бы, можно предоставить. Ну, в понедельник начали работу по основанию коллектора, замена части трубы в районе четырех метров, вот, но, к сожалению, дожди не прекратились. Позавчера были основные работы закончены, вчера начался сильный дождь и ураган, как вы знаете. И, значит, в связи с тем, что объем воды в разы увеличился буквально там за все считанные часы, у нас данные работы, к сожалению, были полностью все уничтожены в этот момент. И, значит, смыла часть отрезка этого коллектора около шести метров. Сейчас ситуация критическая, ну, находится под контролем. Буквально вот до минуты до вашего захода, значит, у нас было производственное совещание срочное. Было принято решение по согласованию с администрацией, с главой городского округа, о перекрытии движения на улице Воробьевской. Сейчас, в данный момент, мы ее перекрываем, потому что вторая часть проезжей части уже в аварийной ситуации находится, и проезжая часть менее двух метров. Это очень опасно, тем более, что там проложен маршрут автобуса рейсового. Сейчас будет все перекрыто. Мы не знаем, к сожалению, и, пользуясь случаем, извиняясь при жителями, насколько это затянется, потому что к аварийно-восстановительным работам мы приступим исключительно только, когда прекратится поток воды. Сейчас он переменно. По, значит, прогнозам он будет продолжаться до 8-9 утра с завтрашнего дня, к сожалению, да, то есть мы будем контролировать ситуацию. Опасность еще в том, что на данной улице, где произошел, значит, провал, рядом с конденсационным коллектором находится и, значит, камера водопроводная. И она уже тоже находится, ну, так скажем, ее уже подмыло. И если бы мы сейчас не приняли меры его перекрытия дороги, то жители могли бы остаться без воды. Еще раз повторяю, что паниковать сейчас не стоит, у нас полностью ситуация под контролем. Ну, это самая основная такая, основная аварийная ситуация, которая на сегодняшний момент существует в городе Сергеев-Пасад. Значит, помимо этого у нас произошел провал конденсационного коллектора на улице Пионерская, 19 и Пионерская, 15. Ну, Пионерская, 15 он незначительный, мы даже, как бы, мы вводим его в список аварийных ситуаций, штатные ситуации. По 19 дому, вот что вы понимали, это как раз где, если мне память не изменяет, музей Флоренского. Вот, там старый коллектор и провалился, как бы, старый коллектор, а в него подключены несколько абонентов. Он, как бы, ну, так скажем, дублирующий, основной, который был заменен. Вот, и ситуация тоже под контролем, она аварийная, но не опасная. То есть, мы тоже будем ждать, пока поток воды уменьшится, мы приступим к аварийным работе. Ну, и, наконец, что касается водоснабжения, на 8 утра, значит, у нас 4 скважины вышли из строя. Одна скважина – это в Симхозе, три скважины в городском поселении Сергеев-Пасад. Одна скважина, в том числе, одна скважина Птицеградская и две в городе. На сегодняшний момент все, что в городе Сергеев-Пасад приведено, значит, в штатный режим, запущены резервные скважины. На одной скважине, значит, у нас образовался свитч, который напрямую бил в электрощитовую. То есть, это тоже аварийная ситуация, на сегодняшний час она устранена. Работа продолжится в понедельник. Еще раз повторяю, что все мы перешли в городе на резервную скважину. Но, тем не менее, значит, в связи с тем, что штатная ситуация, как бы, была нарушена, обычный режим, я хочу предупредить жителям, что возможен перебой давления, и давление может амплитудно скакать. Ситуация по Симхозу чуть-чуть, значит, сложнее. Объясню почему. Потому что, мало того, что, к сожалению, у нас там очень много пока не выявленных незаконных абонентов, которые пользуются водой незаконно. Это работа у нас на счета, уже и с юридической точки зрения, и с точки зрения обхода уже территории. Объем воды, которая там потребляется, огромный, скважина не справляется, и она постоянно перегревается. Сейчас, значит, она вышла из строя, мы задействовали резервный насос. Это уже вторая ситуация за последние четыре дня в Симхозе. У них, ну, у жителей Симхоза ситуация может быть, как бы, менее штатная, потому что у них давление может падать вообще, то есть вода может и не идти из крана вообще. Но мы работаем над этой ситуацией, как бы, ну, планируем, что мы в течение дня ее стабилизируем, чтобы воду все-таки люди получали. А вообще Симхоз требует дополнительной скважины, затраты, к сожалению, пока вот это она не может и понести, это в районе 80 миллионов рублей. Вот, ну, и в принципе все, и все, что касается по предприятию, значит, тоже могу сообщить, на сегодняшний час все абсолютно резервные домашние бригады вызваны в рабочий процесс, задействованы в рабочий процесс, все руководители на местах, значит, водоканал работает так, как он должен работать, аварийная, значит, служба работает в штатном режиме, заявки увеличились в 2,5 раза, чтобы вы понимали, если в сутки у нас примерно все заявок около 25-35, то есть, да, сейчас их там около 70, поэтому мы приезжаем везде, к сожалению, есть очень плохая тенденция, люди, с одной стороны, это хорошо, что они звонят и переживают, но очень много ложных заявок, потому что, сами понимаете, дождик, и людям иногда кажется, что там либо канализация, либо вода там потекла, но мы выезжаем тоже на ложные, как бы, мы обязаны это делать, поэтому еще раз хочу перед жителями извиниться за доставленные неудобства, водоканал, еще раз говорю, работает так, как он должен работать, в пользу случаям хочу спасибо сказать и жителям за терпение, и своим сотрудникам за отзывчивость, и то, что мы оперативно реагируем на все аварийные ситуации. Спасибо.